Привет, друзья! С вами канал High English. И сегодня у нас новая тема. У нас Past Habits. Past Habits – это привычки в прошлом. То, что мы делали в прошлом, а сейчас уже не делаем. Нам поможет разобраться конструкция Used To. Used To. Смотрите, есть глагол Use. Use – все знают этот глагол. Этот глагол означает «использовать». Use – пользоваться. Можно пользоваться чем угодно. Use – это «юзать», «пользоваться». Как я произношу? Я произношу S как Z. Но, когда я говорю о конструкции Used To, то я должен, иногда делаю ошибки, я должен произносить это как Used To. Used To. Used To. Used To. Я произношу S как S, и D я не произношу, я произношу T. Used To. Used To. Еще раз. Use – это «пользоваться», «что-то использовать», «юзать», «пользоваться». А Used To – это отдельная конструкция, о которой мы сейчас будем говорить. Итак, I used to play tennis. I used to play tennis. Как бы вы перевели это предложение? I used to play tennis. Я пользовался, игра теннис – нет. Конструкция «used to» в русском языке не имеет аналога. То есть, что она показывает? Зачем нам эта конструкция? Она показывает то, что действие произошло в прошлом и больше, и сейчас уже оно не происходит. То есть, действие протекало в прошлом, я что-то делал в прошлом, но сейчас я уже забил на это, я уже это не делаю. Например, я раньше курил, сейчас не курю. Мне в русском языке нужно сказать «я раньше курил и сейчас не курю». Нужна вторая часть предложения, чтобы объяснить, что действие уже больше не происходит. В английском языке мне не нужна эта вторая часть предложения, я могу использовать конструкцию used to, и эта конструкция показывает контраст, противопоставление настоящего и прошедшего, то есть то, что уже не происходит. Раньше я играл в теннис, то есть имеется в виду «сейчас я не играю в теннис». Когда мы употребляем эту конструкцию used to, конструкция употребляется тогда, когда мы говорим о какой-то ситуации или о каком-то привычном действии в прошедшем времени. Например, I used to drink coffee every morning, то есть действие происходило в прошедшем времени, but now I drink tea, но сейчас я пью чай. I used to drink coffee every morning. Вы можете даже это предложение вот так сделать, зачеркнуть сейчас предложение, у вас будет предложение I used to drink coffee every morning. Это означает, что раньше я пил чай каждое утро, и сейчас я чай не пью. I used to drink coffee every morning. Когда вы слышите это предложение, эту конструкцию used, то помните, что человек хочет сказать, что раньше он что-то делал, и сейчас он уже не делает. У нас есть statements, то есть положительные предложения, negatives, отрицательные предложения, и вопросы. Я сейчас не нарисую вам вот так, знак вопроса. И вопросы с этой конструкцией. Итак, разберем все по полочкам. С чего начинаем? Начинаем мы с, как всегда, statements, утверждений. Что нам нужно знать в утверждениях? Как они строятся, используя конструкции used to? Смотрите, у вас будет конструкция used to. Здесь есть у вас to. Возникает вопрос, to нам всегда нужно ставить или нет? Могу ли я сказать I used to play tennis? Нет, всегда будет to. Вы употребляете I used to и употребляете глагол какой-то. Play, вот здесь play, это глагол. Обязательно нужен какой-то глагол. Какой вы глагол ставите? В какой форме? В инфинитиве. Что значит инфинитив? Это значит, что у вас, например, конструкция I used to. Я раньше курил. Вы хотите сказать и хотите подчеркнуть, что сейчас вы уже не курите. Вы говорите I used, я раньше, I used to, to обязательно. Смотрите, это все обязательно. Это конструкция. То есть вы не можете сказать без to. To обязательно. I used to и дальше глагол. I used to, например, smoke. Вы не скажете, например, иногда делают ошибку. Пишут she, она used to smokes. She used to smokes. То есть she значит должна быть S. Ну, да, ну, she и S это когда у нас идет после she глагол и глагол present simple. И в каких предложениях? Правильно, в утвердительных предложениях. Например, she likes, она любит. She likes cats. Она любит котов. Здесь это так не работает. То есть, если у вас такое предложение, она раньше курила, вы скажете she used to smoke. То есть после used to у вас обычный глагол без каких-либо окончаний. Это называется infinitive, то есть глагол так, как он написан в словаре. She used to smoke. She used to go to bed late. Go to bed late. А сейчас она ложится не late, а early. Она раньше ложилась спать поздно. She used to go to bed late. Здесь у нас противопоставление. То есть, когда мы говорим, она раньше ложилась спать поздно, то мы также говорим, что сейчас она ложится спать рано. Она раньше ложилась спать поздно. She used to smoke. She used to go to bed late. She used to... Мы можем сказать have long hair. Она раньше имела длинные волосы. Да? Вот. Я хочу, чтобы вы запомнили. Конструкция used to, она не меняется в утвердительных предложениях. То есть, вы не можете убрать to. Но когда у вас предложения не утвердительные, а когда у вас, например, отрицательное предложение, давайте зачитаем это отрицательное предложение. Shayla didn't use to play basketball. Shayla didn't use to play basketball. У меня возникали вопросы, когда я изучал эту тему, возникали вопросы, как мы читаем это слово use. Потому что вы знаете, я вам уже сказал, что изначально слово use читается как use через букву z. Use. Потому что это означает use. Пользоваться. Использовать. Use. Например, I use my car every day. Я пользуюсь моей машиной каждый день. Но в этой конструкции у меня стала конструкция, да? То есть, я не могу употребить use без to. Я буду говорить used to. Used to. Это как единое целое. Поэтому t влияет на произношение s и на произношение d. И поэтому used to. Used to. Здесь у меня возникал вопрос, как мы читаем you. Use. Это use. Мы будем его читать как Shayla didn't use to play basketball. Или Shayla didn't use to. Used to play basketball. И, как вы думаете, мы читаем это слово через s. То есть, конструкция used to, она и в отрицательных предложениях, и в вопросительных предложениях, и в утвердительных предложениях будет читаться как used to. Used to. Used to. Used to. Получается, это буква d, по сути, d, да, на английском языке. По сути, она не читается. Used to. Used to. Used to. Так, смотрим. Shayla didn't use to play basketball. Shayla didn't use to play basketball. Еще скажу один нюанс здесь. Поэтому, когда, например, мои ученики делают предложение, и они говорят Shayla didn't, didn't, тоже самое предложение, да, didn't use, used to play tennis, например, tennis. Мне очень сложно понять, они правильно убрали окончание и д, окончание д или нет. Почему? Потому что, смотрите, когда у меня здесь, в этом предложении, нет буквы д, я буду читать это предложение. Shayla didn't use to, used 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 to. Но, когда у меня есть буква d, я это предложение буду тоже читать так же само. Shayla didn't use to, used to play tennis. То есть, по сути, буква d не читается. Читается буква t, и s считается не как z, а как s. И поэтому некоторые люди считают, что это правильный вариант. Но это неправильный вариант. Смотрите, вы будете использовать конструкцию used to с буквой d только в положительных предложениях, в утверждениях. Но, когда утверждение отрицательное, у вас будет вспомогательный глагол, который обнуляет следующий глагол. Use. Вы будете использовать без d. Когда вы используете без d в вопросах, questions и в отрицаниях. В отрицаниях. Negatives. Итак. I didn't use to play. She didn't use to play. We didn't use to play. Used to play. Обратите внимание на произношение. Дальше. Вопросы. Когда вопросы, мы просто ставим did в начале предложения. Did they used to play football? Did they used to play football? Used to. Used to. Used to. Used to play football. Did they used to play football? Они раньше играли в футбол? То есть, мы спрашиваем, они занимались футболом раньше? И в нашем вопросе понимание, что сейчас они не занимаются футболом. То есть, мы знаем, когда мы так спрашиваем, мы знаем, что они не занимаются футболом. Но нам интересно, когда-нибудь они занимались футболом? Раньше они занимались футболом. Did they used to play football? То есть, как строится это предложение? У нас сначала будет вопросительное слово did, потом обязательно. Субъект, subject, кто. Subject, они, they. И конструкция used to, после которой обязательно будет play, будет глагол, verb. Это обязательно. Used to и глагол. Used to play. Итак, смотрите. Есть некоторые глаголы, которые не употребляются в продолжительных часах. Такие как be, быть, have, иметь, like, любить, own. Used to, в принципе, без разницы. Оно будет работать с любыми глаголами. We can use used to be. С be, с be можем использовать, например, Harry used to be the captain of the team. Harry раньше был капитаном команды. Сейчас он не есть капитаном команды. Used to, раньше был, сейчас не есть. Harry used to be the captain of the team. Дальше такие слова, как like, own. I used to like folk music, but I don't like it anymore. Я раньше любил folk. Folk, folk, музыку, folk, музыку, folk, да. Но сейчас я не люблю. Кстати, это предложение. Но сейчас я не люблю. Мы можем убрать. Оно нам не так нужно. Почему? Потому что сама конструкция used to, она уже подчеркивает то, что действия больше не происходит. Я раньше любил folk, музыку. Сейчас я не люблю. То есть это понятно, потому что у нас глагол used to. Дальше иногда спрашивают, а можно used to как-то употребить в настоящем времени? Вопрос. Нет, нельзя. Это конструкция used to используется только с прошедшим временем. Смотрите. I used to work in London, but now I work in Manchester. То есть я раньше работал в Лондоне. I used to work in London, but now I work in Manchester. Но сейчас я работаю в Манчестер. То есть вы используете present simple. Сейчас я работаю в Манчестере. Вы не будете говорить, например, but now I use work. Да-да-да, бла-бла-бла. Нет, так нельзя. Итак, the past simple is also possible in these examples. Да, вы тоже можете использовать past simple. Но смотрите, с past simple вы не всегда будете понимать. Действие уже больше не происходит или действие еще происходит. Для этого, чтобы подчеркнуть то, что действие уже уж точно не происходит в настоящем времени, используется used to. Например, I had a motorbike when I was younger. Здесь у меня понятно, что действие больше не происходит. Почему? Потому что я использую вспомогательный clause. Я говорю, когда я был younger, младше. I had a motorbike. У меня был мотоцикл, когда я был меньше, младше. То есть понятно по логике вещей, что сейчас у меня мотоцикла нет. Ну, если вы хотите сказать, что раньше у вас был мотоцикл, мотоцикл, и подчеркнуть то, что сейчас у вас его нет, вы говорите просто I used to have a motorbike. I used to have a motorbike. Эта конструкция вам говорит о том, что все, нет мотоцикла. I played tennis, but now I play football. Здесь, опять же, вы используете вспомогательный clause, вспомогательное предложение, чтобы дать понять, что сейчас вы уже в теннис не играете. Я играл в теннис, но сейчас я играю в футбол. И человек понимает, что вы в футбол сейчас уже не играете. В теннис вы играете в футбол. Но можете сказать без футбола. Можете сказать I used to play tennis. Это означает, что я раньше играл в теннис. Итак, давайте сделаем с вами несколько упражнений, чтобы это закрепить. Наверное, я очень много говорю, и я хочу, чтобы вы поняли суть. Суть в чем? Что конструкция used to, она употребляется только в прошедшем времени, и она означает то действие, которое происходило в прошлом, а сейчас больше уже не происходит. Все, что вам нужно, понятно. Начинаем делать упражнения. Первое упражнение. Look at the pictures and complete the sentences. Нужно посмотреть на картинки. У нас шесть картинок. И нужно нам complete, это заполнить предложение. Смотрим. Первое предложение у нас David like ice cream hated. Смотрим на Дэвида. Здесь он улыбается, держа мороженое у себя. О, мороженое. Как хорошо. Улыбается Дэвид. Но на второй картинке, справа, на картинке справа, он не очень-то улыбается. То есть мы хотим сказать, что Дэвид used to like, раньше любил мороженое. Запятая. But now he hates it. Но сейчас он его ненавидит. Дальше у нас Анна. Что мы имеем с Анной? Anna lived in the country. In the country – это в сельской местности. In the city. In the city. In the city – в городе. То есть мы можем сказать, что за логикой вещей, как здесь в примере, Анна раньше жила в сельской местности, в селе, запятая, но сейчас она живет в городе. Давайте напишем это предложение. Так, не забываем. Anna – кто? Субъект. Потом конструкция used to. И дальше глагол без каких-либо изменений. Used to live in the country. Запятая. But now, но сейчас, but now, она живет, she lives, she lives in the city, in the city. Но сейчас она живет в городе. Точка. Дальше. Смотрим на Ника. Две картинки. Ник идет пешком с рюкзаком за плечами. И Ник едет на велике. Как вы скажете? Вы скажете, что раньше Ник привык к тому, чтобы ходить пешком в школу, а сейчас он уже ездит на велике. То есть мы скажем, Ник и конструкция used to. Used to walk. Нет, окончаний. Никаких окончаний. To обязательно. Ник used to walk. To school. School. Запятая. But now, but now, he rides a bike. Но сейчас он ездит на велике. Итак, Kate. Что же происходит с Kate? Мы видим Kate, она сидит на кровати и видим часы. То есть слева у нас часы показывают где-то 11 или 10. Справа часы показывают 6 часов утра. Итак. Get up late. Поздно вставать. Get up early. Рано вставать. Как мы... Что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что раньше Kate вставала поздно, а сейчас она встает рано. То есть, опять же, конструкция used to. Used to передает действие, которое раньше происходило, но сейчас уже не происходит. Kate. Мы скажем Kate. Used to. Used to get up late. Get up late. But now. But now. She gets... Не забываем S, потому что мы говорим о настоящем времени. Утвергительное передвижение. She gets... S. He, she, it, S. I get, you get, we get, they get. No. She gets, he gets, it gets. Запомните это. But now she gets early. Раньше она вставала поздно, но сейчас она встает рано. Дальше у нас Carol. И have short hair, long hair. То есть, она раньше имела... Видим, какие раньше волосы, короткие волосы. А сейчас она имеет длинные волосы. Так и скажем, что Carol раньше имела. Carol used to, 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 used to have short hair, short hair, comma, 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 comma. Попробуйте это низко. But now, but now, на сейчас. She, она... Помните глагол иметь? Я имею, I have, ты имеешь, you have, они имеют, they have, мы имеем, we have, но когда она имеет, он имеет или оно имеет, has, he has, she has, it has. Carol used to have short hair, but now she has, she has long hair, long hair, long hair. Дальше, шестое предложение, Jack. Смотрим, Jack сейчас под 2 метра, но раньше он был tall. Каким tall? Tall, точнее, short, short это низкий, не высокий, а tall высокий. Мы скажем, Jack used to be tall, to be short, извиняюсь, to be short, запятая, but now, but now, но сейчас, he is tall, но сейчас он высокий. He used to be short, он раньше был низким, а сейчас он высокий. Высокий. Итак, следующее упражнение, смотрим. Look at the table below, посмотрите на табличку внизу, below внизу, write sentences about the past. Напишите предложение по поводу прошедшего past. Используйте used to и didn't used to. Used to, didn't used to. Used to, didn't used to. Didn't, used to, used to произносится так же самое, что used to с di, что used to без di. Однако, одинаковое произношение. Итак, 200 years ago, 200 лет тому назад. 200 years ago, people used to ride horses. Мы смотрим на первое. Ride horses. У нас есть галочка. То есть, ага, значит, они ездили на конях, на лошадях. 200 years ago, people used to ride horses. Good. Теперь, смотрим, drive cars, ездить на машинах. Ага, 200 лет тому назад, люди не ездили на машинах. They, и нам нужно использовать didn't used to. То есть, то, что они раньше не делали, но сейчас они начали делать. То есть, раньше не делали, didn't used to. А сейчас уже делают. Девают, да. They didn't use to. They didn't used to. They didn't used to drive cars. Дальше, третье предложение. Make their own clothes. Здесь птичка, поэтому they used to. Раньше они делали, а сейчас не делают. They used to make. To make. Дальше, четвертое. Go to the cinema. Ходить в кино. Сейчас люди ходят в кино, а раньше они не ходили в кино. То есть, раньше они не привыкли. They, ходить в кино. They didn't, didn't used to, didn't used to go to the cinema. Go to the cinema. Пятое предложение. They wash their clothes by hand. Their clothes. Clothes – это множественное число. Всегда. То есть, вы можете перевести как шмотки, а не wash. Шмотки – это множественное число, поэтому. Clothes. И шмотки. Можно переводить как шмотки, потому что множественное число. Clothes, множественное число шмотки. Если вы будете переводить как одежда, вам будет казаться, что после clothes нужно сказать не are, а is. То есть, моя одежда мокрая. Иногда говорят my clothes is wet. Это неправильно. Потому что clothes – это они, не оно, не она, не. Что-то другое. So, they wash their clothes by hand. Птичка. То есть, они раньше стирали одежду руками. They used to wash their clothes by hand. Дальше. They watch TV. Ага. Раньше они не смотрели телевизор. Они не привыкли к смотрению телевизора раньше, а сейчас уже привыкли. They didn't used to watch TV. Седьмое предложение. They keep animals for food. Итак, что мы можем сказать? Да. Птичка. Keep – это держать. Keep animals – это держать животных. Они раньше не держали… Они раньше держали животных ради еды. Сейчас мало кто держит. They used to keep. Keep – держать. Keep. They used to keep. Восьмое предложение. They use computers. Ага. Здесь, кстати, такое предложение интересное. Почему? Потому что у нас use computers – это использовать компьютеры. И конструкция used to. То есть, они раньше не использовали компьютеры. Здесь отрицание. They didn't use to. They didn't use. Didn't use. Didn't use. Смотрите, чтобы после didn't не было di. Здесь я ошибку сделал, потому что didn't убирает di. They didn't use to go to the cinema. Didn't use to go. Didn't use. And didn't use. Все, дальше правильно. They didn't use to use. Использовать. They didn't use to use computers. They didn't use to use computers. Итак, третье упражнение. Смотрите, вы останавливаете видео, делаете скриншот и пробуете сделать сами это упражнение. А потом нажимаете на play, воспроизводение и смотрите, насколько вы правильно сделали или нет. Итак, здесь вам нужно написать statements, утверждение, отрицание и вопросы. Смотрим, здесь у нас просят написать question, вопрос. Пишем вопрос. Did Susan used to have a dog? Раньше была собака в Susan. Дальше, второе предложение. People use mobile phones. Negative. Отрицательное предложение нужно сказать. Нужно сказать, что раньше люди не имели мобильных телефонов. И когда вы используете конструкции used, то это говорит о том, что сейчас они имеют телефоны. Итак, как вы скажете правильно? People didn't... Sorry. People used... Нет, у них не было телефонов. Didn't все-таки. Didn't use... Used to... Didn't use to... Use mobile phones. Mobile phones. Phones. И точка. Дальше, statement. Это утверждение. Раньше он ходил плавать. He used to go... To не забываем. He used to go swimming. Swimming. Дальше, четвертое предложение. They like jazz music. Это вопрос. И мы... Так как у нас конструкция прошлая, мы строим вопрос в прошлом. В прошлом при построении вопроса мы используем вспомогательный глагол did. И говорим. Did they... They used to... Used to... Не пишите здесь. Оно пропадает. Did they used to like jazz music? Did they used to like jazz music? Вопросительный знак. Olga's family live in Moscow. Это утверждение. И нам нужно сказать, что раньше семья Ольги жила в Москве. Скажем, Ольга. Это Ольга. Она, когда семья Ольги, нам нужно сказать апостроф as. Ольга's family. Family. Used to. Used to live in Moscow. Moscow. Дальше, шестое предложение. Отрицательное должно быть предложение, потому что здесь написано negative. Drink coffee. Пить кофе. Нам нужно сказать, что мы раньше не... Раньше мы не пили кофе. И это означает, что сейчас мы пьем кофе. We didn't. Didn't. Не забываем, что use... Без D. Used to. Здесь почему без D? Потому что у нас didn't. We didn't used to drink. Drink. Пить. Coffee. Double F. Double E. We didn't used to drink coffee. Седьмое предложение. My sister watched television. Отрицательное предложение. Мне нужно сказать, что моя сестра не смотрела телевизор. Так как у меня будет конструкция used to, это означает, что раньше она не смотрела, а сейчас она смотрит. My sister My sister My sister didn't didn't used to watch television. Watch te-ле-ви-жи on television. I need to put a full stop here. Yeah, I've got a full stop. Tony work in a bank. This is a question. Это вопрос. Опять же, таки, конструкция прошлая, поэтому для того, чтобы построить вопрос с конструкцией used to, мне нужно использовать did. Did, как всегда, did убирается. Did, но не used, а did кто. Всегда после вспомогательных глаголов будет субъект. Did кто в вопросах, да, субъект. В вопросах. Did Tony это вопрос, поэтому после did мы используем субъект. Did Tony used used to work work in a bank? Did Tony used to work in a bank? Итак, еще последнее предложение, потому что здесь предложение пятое и шестое. Это вы сами о себе должны написать, что вы раньше любили или не любите, ели или уже не едите. Итак, rewrite each sentence or question, so it has the same meaning. Нам нужно переписать каждое предложение и вопрос, чтобы оно имело то же самое значение, используя used to. Смотрите, я вам говорил, что мы можем сказать в прошедшем времени предложение, например, I was in the school tennis team, я был в школьной теннисной команде, и тут в принципе можно понять, что я уже сейчас не в школьной теннисной команде, но обычно они любят использовать конструкцию used to, чтобы уж точно подчеркнуть, что я не в школьной теннисной команде. I used to be in the school tennis team. Дальше, второе предложение. Sophie had long hair when she was at school. Это past simple, я могу это предложение сказать с конструкцией used to. Давайте я буду менять Sophie на she. Это она She used to have long hair when she was at school. She used to have long hair when she was at school. Она раньше имела длинные волосы, когда была в школе. Used to подчеркивает то, что действие, которое указано после used to, оно сейчас уже не происходит. То есть, она раньше имела длинные волосы, а сейчас это имплицитно заложено, что у нее волосы не длинные. Mary didn't listen when the teachers were speaking. Mary не слушала, когда учителя разговаривали. Давайте чуть-чуть по-другому сделаем. Вот так. Итак, как вы скажете? listen when her teachers were speaking. Дальше. Рикардо got up at six when he was training for the Olympics. То есть, Рикардо вставал в шесть часов, когда он тренировался к Олимпийским играм. Я скажу, что he used to get up at six when he was training for the Olympics. For the Olympics. Дальше. What did you usually do on Saturday evenings? Что ты обычно делал вечерами в субботу? То есть, когда мы задаем такой вопрос, мы знаем, что человек уже вечерами в субботу делает что-то другое. Например, работает на работе. И мы спрашиваем, а что ты раньше делал, когда не работал на работе субботними вечерами. Я работал в субботу вечером, да, что ты делал? Итак, what опять же did, но конструкция used to. What do you used to do? What did you кстати, what did you what did я потерял you. What did you usually даже так usually перед use лучше употребить? What did you usually used to do? Когда? On Saturday evenings. Evenings знак вопроса. Дальше. Becky was afraid of dogs when she was a girl. Мне нужно сказать вместо was used to be. Раньше боялась. She used to be afraid. Почему be? Потому что у меня was глагол быть. Глагол быть в инфинитиве, так как он пишется в словаре, будет be. she used to be afraid of dogs when she was a girl. When she was a girl. she said she said she was a teacher presence at the end of term. всегда дарили нашим учителям presence в атаке, когда at the end of term. At the end это в конце чего-либо, туннеля, улицы, но в конце концов будет in the end. Запомните это. we always всегда почему всегда я после we употребляю, потому что always должна стоять перед глаголом. Always, sometimes, often, never мы употребляем перед глаголом. Если это не глагол быть, мы ставим перед глаголом. we always used to used to и не gave, а give, потому что после used употребляется инфинитив глагола, то есть слово, как оно пишется в словаре. We always used to give teachers presence at the end of term. Дальше у нас вопрос Did you leave next door to Mrs. Harrison? Вы жили leave next door это жить по соседству. Вы жили по соседству с Mrs. Harrison? Did опять you, потому что мы после вспомогательного глагола используем субъект did you и used to used to опять D написал D не нужно писать, оно произносится как used to одинаково, что used to с D, что used to без D. Did you used to leave next door to Mrs. Mrs. Harrison. Вопросительный знак. И девятое предложение. My brother wore glasses when he was small. Мой брат носил очки, когда он был маленький. Я скажу my brother used to used to и infinitive wore. Это вторая колонка. brother wore носил past simple. My brother used to wear glasses when he was small. When he was small. и так на что вы обращайте внимание когда вы трансформируете предложение в прошедшем времени в предложение с конструкцией used to не забывайте что у вас после used будет использоваться что правильно у вас будет использоваться infinitive а когда у вас предложение в past simple то в утвердительных предложениях а это утвердительное предложение вы используете после субъекта это кто my brother здесь мой брат давайте я его выделю моего брата после субъекта вы будете использовать глагол во второй форме то есть вы смотрите если глагол неправильный неправильный первая вторая и третья вы смотрите вторую колонку неправильных глаголов come came come begin began began come came но когда вы трансформируете с конструкцией used to то после used to помните используется infinitive вы будете использовать не war как здесь а будете использовать where как здесь итак последнее предложение did martin learn german in school то есть martin изучал немецкий в школе это вопрос нам интересует итак did did martin это он давайте напишем he после вспомогательного глагола нам нужен субъект кто он did he used to used to d не пишем здесь потому что did оно убирает d хотя на слух не скажешь что d нет did he used to used to learn german at school at school все все сделали итак если вам понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки там есть такой колокол то пожалуйста нажмите на колокол чтобы не пропустить новые видео спасибо большое за терпение пока